Здороваться еще раз. Добрый вечер всем. Мне сегодня выпала огромная честь присутствовать у вас на вебинаре спикером. Мне не только очень приятно, что меня пригласила моя хорошая подруга на сегодняшний уже день, Аня Козловская, для того, чтобы выступать в числе лидерских, наверное, составов, таких топовых лидеров у нас, как Елена Рокоча и Денис Бирюков. Мне очень приятно, что действительно есть такое ощущение дружбы и комфорта, и обмена опытом между командами. Я сегодня постараюсь быть максимально для вас информативной. Я сегодня немножко расскажу о своей истории. Я поделюсь тем, как проходил мой путь становления к лидерству. И я сегодня расскажу вам о тех методиках, которыми мы работаем, как мы продвигаем себя, как мы работаем и развиваемся. И я вас попрошу, чтобы была очень интересная и для вас информация. Вы внимательно слушайте и обязательно мне тогда задавайте вопросы в конце. Я отвечу на все вопросы, которые будут вас интересовать. Давайте представлюсь еще раз. Меня зовут Круковская Наталья, я являюсь старшим золотым директором компании Reflame. Я проживаю в городе Речица, и это городок, который имеет 75 тысяч населения. Я думаю, что про такой городок вы знаете не по его названию, а должны знать город Нефтяников. Это один город, который у нас есть в Беларуси, самый известный. Если говорить о моей истории, то то, что сейчас вы видите на картинке, и то, что сейчас вы видите с экрана камеры, это результат моего труда, это то, что сегодня есть. И об этом говорить, конечно, очень приятно, потому что на сегодняшний день я являюсь основателем нашего проекта «Территория роста». И на сегодняшний день у меня есть 17 зарплат в году, у меня есть возможность получать путешествия за счет компании бесплатно, у меня есть возможность посещать шикарные банкеты директоров от компании, у меня есть возможность иметь свободу и независимость, и при этом находиться вместе с моей семьей. И если говорить о том, что есть в денежном эквиваленте, я думаю, что у вас тоже принято делиться этим. И в прошлом году компания общей стоимостью выплатила мне 350 миллионов белорусских рублей, а мой доход за 2014 год составлял 280 миллионов белорусских рублей. И это действительно то, что дает нам возможность свободы, финансовой свободы, и независимо от того, какой уровень жизни есть у каждого человека, мы понимаем, что компания дает нам возможность иметь классный бизнес и при этом развиваться без вложения и иметь стабильно растущий доход. Если говорить не о цифрах, о тех достижениях, которые действительно есть, то на сегодняшний день это 7 лет покупки качественного бизнеса. Я пришла в компанию на продукт, мне было очень интересно экономить, если говорить о том, что я пришла в декретном отпуске, и мне было интересно приобретать продукцию с общением. То есть мне необходимо было не просто зайти в магазин и купить этот продукт, мне было интересно пообщаться с тем человеком, потому что сидя в декретном отпуске, когда-то в четырех стенах, естественно, возникает потребность к общению. У меня есть на сегодняшний день семейный бизнес. У меня в окружении мои близкие, это моя невестка, моя свидетельница, это моя вторая невестка, это мои сестры, они на сегодняшний день находятся в бизнесе вместе со мной. Есть хорошие выплаты от компании, если говорить, то общая сумма более 6 тысяч долларов, это та выплата, которую компания сделала только за последние полтора года. И если мы говорим в рамках того, что есть в бизнесе, то есть еще и достижения, которые есть в семье. На сегодняшний день я считаю себя успешной мамой, мамой двоих детей, потому что на сегодняшний день у меня уже большие дети, и я являюсь женой успешного мужа. О том, что есть сейчас, и многие из вас смотрят на картинку, которая появляется либо с экранов ролика, на котором выступает успешный человек, различная BMW, вы понимаете, что на сцене стоит действительно человек уже с результатом. и кто-то, возможно, говорит, вот я какая-то не такая... понимаем, что есть какие-то черты схожие, но большей частью, да, многие, ну, не могут сравнить себя. И на самом деле, чтобы вы понимали то, что действительно есть основой, это все одинаковые женщины в декретном отпуске, да, либо обычные женщины, находясь дома. Я думаю, что на этой картинке вы узнаете, возможно, каждая себя, кто-то, если здесь есть мужчины, узнает свою же молодая мама, только родила второго ребеночка, нам еще, наверное, нет полугода. И это та картинка, которая действительно очень близка, наверное, каждой женщине, да. И если сравнить, вы меня, может, плюсиками поделитесь, есть мнение, да, что вот на эту картинку я похожа. Напишите, пожалуйста. Давайте вы будете еще и активны. Отлично. Есть такие, есть похожие, да, картинки. И действительно, на самом деле, мы должны с вами понимать, что не то, что сейчас есть очень важно, а то, кем я хочу быть. Кем я хочу быть для своих детей, кем я хочу быть для тех людей, которые меня окружают. И на самом деле, пришла в декретном отпуске, когда действительно были моменты нереализованности себя. Мне очень хотелось общаться, но когда ты выходишь замуж, то есть, в принципе, как-то быстро окружение твое улетучивается. И когда появился первый ребенок, это была необходимость действительно к общению, и была необходимость даже к экономии. Мне было очень интересно, почему женщина, которая предложила мне каталог через маму, сделала мне заказ, приняла на единицы деньги, оказывается, она мне еще и сдачу отдала. В этот момент я узнала, что есть курс свой и не свой. Это скидка и есть какая-то не скидка. И мне было очень интересно, почему человек, имея выгоду и понимая, что он мог оставить ее себе, она отдает ее мне. Когда я ее попросила, если это выгодно вам, даже отдавая мне разницу, насколько я могу что-то с этого полуотпуска, я не развивала бизнес, я пыталась выяснить причину, насколько человеку это было интересно и выгодно. Женщина отказалась меня регистрировать, потому что ей необходимо было набирать баллы, она готова мне отдавать было все по своей цене, но я очень была, скажем так, настойчива и допыталась у нее все-таки, почему ей выгодно даже вот в таких условиях. Она меня пригласила домой, когда приехала женщина из Гомеля, это был мой вышестоящий. Она рассказывала о продуктах, о том, что есть возможность получить подарки, есть возможность пройти стартовую программу, и на тот момент входным условием было 1 тысяча белорусских рублей. Я, естественно, попросила, чтобы меня оформили, и мой первый заказ составлял 250 баллов бонусов, если я не ошибаюсь. Мне было выгодно покупать продукты, я грибла прям все. Нет, просто оказывается, наши знакомые и близкие, когда видят нас с горящими глазами, и я не предлагала людям бизнес, я просто показала каталог для всех, сделала большие заказы. На этом, в принципе, энтузиазм мой с компанией, он был закончен, я покупала для себя продукты, не видела перспективы, точнее, я не хотела ее видеть, для меня ровным счетом это была продажа, продажа, и я была не такая. Я понимала, что я получаю образование, то, которое даст мне возможность хорошего старта, потому что родители мне всегда говорили, дочь, учись хорошо, и у тебя будет возможность иметь хорошую работу, хорошую зарплату. Родители у меня на сегодняшний день очень уважаемые люди, мама, педагог со стажем, который до сих пор даже на пенсии просит выйти на работу. Отец у меня является рабочим, который на сегодняшний день тоже внес свою лепту и вклад в развитие своего предприятия. И я была действительно послушным ребенком и понимала, что блата у меня в семье нет, мне необходимо что-то делать самой, меня никогда не проверяли уроки, которые задавали в школе, я это делала все сама, и понимала, что родители отдают для нас, наверное, лучшее время, работая на работе 24 часа, для того, чтобы купить нам лучшую одежду, чтобы позволить нам какие-то дополнительные занятия и так далее. И получив два образования, один из которых у меня на сегодняшний день красным является, да, красный диплом, я была распределена в Речицкое РЭПО, и я поняла для себя один момент, я стою полтора миллиона белорусских рублей. Ровно таковым был мой оклад, и я плакала, уходя с государственной работы, и на тот момент, естественно, я уже имела статус мамы, и плакала не от того, что мне было жалко полтора миллиона белорусских рублей, я плакала от того, что вот это вот ощущение, когда тебе родители говорят, ты им веришь, и ты понимаешь, что ты влаживаешь в свое образование все для того, чтобы ты действительно сделал шаг вперед. Но для меня в большей степени было желание, чтобы родители имнулись, и я понимала, что вроде бы я училась хорошо, но что-то произошло не так. Уходя с государственной работы, я понимала, что у меня есть руки и ноги, и у меня есть голова, слава богу, родители мне дали возможность понимать, что образованность очень важна, и я стала делать контрольные работы, я стала делать контрольные работы для тех людей, которые не хотели их делать, и я очень серьезно подходила к этому вопросу, и мой путь становления, приход, приход, наверное, в компанию Reflame, да, он находился в поиске чего-то, я понимала, что деньги нужны, деньги важны, но мне в первую очередь необходимо было быть важной, да, и делим, что я действительно в реческом райпо. Я после того, как делала контрольные работы, ты поняла одну очень важную вещь, что больших денег не заработаешь, когда ты непосредственно своим личным присутствием делаешь деньги. Когда я выпала из рабочей колеи на три дня, и я, ой, человек, и если я сказала, я сделаю, я старалась в очень сжатые сроки сделать те работы, которые я не успела. Я работала 24 часа в сутки, я даже работала, мне казалось, 48 часов. Я забросила свою семью, своих детей, я была настолько раздражена, и я понимаю, что нет, я не хочу такой работы. Я действительно хочу сделать что-то больше, что необходимо сделать бизнес, и бизнес большой, потому что одна я не справляюсь. Во время декретного отпуска я освоила парикмахерское искусство, и решила, что у меня есть возможность рассчитать мой бизнес-план, моего салона красоты, в котором я могу нанимать также людей, и просчитав для себя бизнес-план, я поняла одно. 10 лет я буду ходить на свою работу бесплатно, 10 лет я буду делать определенные действия, которые дадут мне возможность вернуть те деньги, которые были вложены. А это кредит, потому что на сегодняшний день вложить огромную сумму денег с ноля в обычной семье. Я поняла, что бизнес с риском и открыть огромный салон красоты, рисковать деньгами своей семьи, рисковать деньгами своего мужа, своих детей я могла. И на тот момент я отказалась от этой возможности, просто понимая, что, наверное, очень серьезный подход к расчету бизнес-плана показал мне, что это просто на белорусских рублей, то ходить 10 лет на работу для того, чтобы отбить те деньги, которые были вложены, естественно, я была не готова. И в тот момент, когда я поняла, что бизнес и реализовать себя именно в бизнесе я не могла, потому что не было денег, я полностью ушла в семью и в заботы о муже. Я стала хорошей хозяйкой, я встречала мужа, я утюжила ему рубашки, я... делала все, наверное, возможное для того, чтобы ему было ком... И вспен нарос по карьерной лестнице. Если у кого-то из вас есть мужья-руководители, то я вам скажу, что в первую очередь заслуга в этом ваша. Потому что та женщина, которая встречает мужчину и сглаживает все нюансы и неровности в отношениях, потому что он перешел раздраженный, потому что у него что-то на работе получается не так. Имейте в виду, мне было очень важно находиться в семье, потому что я была лучшей мамой для своих детей, я была лучшей женой для своего мужа, и я понимаю, что ему было легко двигаться вперед по карьерной лестнице. Он вышел на определенный статус, в семье появились деньги, и в принципе зарабатывать мне бы не было. И я понимала, что в какой-то момент я нахожусь вот просто как птичка в золотой клетке, да, есть и деньги, но что-то тебе не дает сидеть на месте, что-то постоянно тебя дергает внутри. И самым, наверное, последним моментом в этой истории стало то, что ребенок младший пришел из детского сада, и воспитательница, разговаривая со мной, сказала, Наталья Владимировна, расскажите мне, пожалуйста, ответ на такой вопрос, почему ваш ребенок говорит о том, что вы уборщицей работаете? И в тот момент у меня вот просто в голове появилось такое сознание, а действительно, кто же я? Кто же я, если дети меня видят постоянно, там, я не знаю, заготовкой, да, пускай это была приятная готовка еды, но я не одевала вечернее платье, я фактически все время дома старалась навести какую-то красоту, порядок, сделать там домашний очаг и уют, я понимала, что это было по-другому, это у меня было ощущение, что я создаю семейный комфорт, но дети видели меня совсем по-другому, меня совсем по-другому видел муж, меня совсем по-другому видели окружающие. Когда я выходила из дома, да, я была готова, я делала прическу, я делала макияж, я была из дома, и я понимала, что это совсем не то, чего я хочу. И действительно, я превратилась в никто. Я была просто матерью своих детей, я была женой успешного мужа, и приходя на любые корпоративы, я слышала только то, что я его жена, у меня не было ни имени, ни фамилии. И в тот момент я очень четко поняла для себя, что я не хочу такой жизни, что для того, чтобы мое имя должно быть значимо, а не просто то, что сделал мне муж. И на тот момент, казалось бы, случайностей нет, для меня это была случайность, я никогда не ездила ни на какие мероприятия, для того, чтобы просто накрасить губы, и для того, чтобы просто накрасить глаза. Мне не надо было ехать на мероприятие далеко, в Минск за 350 километров, чтобы послушать людей, как это делать. Я всегда отказывала своему спонсору в любой поездке, и когда она даже предлагала приехать ко мне в гости, я-то сегодня понимаю, что это было, ну, с целью сдружиться. Я всегда ей отказывала, потому что мне это ровным счетом не надо было. И в очередной раз позвонил мой спонсор и сказал, Наташа, просто так получилось, что у человека нет возможности поехать и туда показать. И женщина, которая 6 лет находится в декретном отпуске, женщина, которая имеет возможность купить красивую одежду, и повода выйти в этой красивой одежде, то для меня это был действительно повод проявить себя и показать себя. И шла я на это мероприятие с гордо поднятой головой на красивых каблуках. Я была одета в новую одежду, я шла, испытывала удовольствие, я иду, и я понимала, что я буду на этом мероприятии сейчас звезда. Но когда я пришла, я поняла, что это был мегафорум, это была пятитысячная аудитория, это было во дворце спорта, где мое место было, где соприкасается земля с небом, да, около горизонта. Это самое последнее место сверху, где вот-вот подпирает себя прям крыша. И я пришла, и когда я села на это место, я поняла, что, во-первых, огромное количество людей, они другие. И когда выступали люди, вставали, аплодировали. И я смотрела на все по-другому, и, честно, я не помню, что было на самом мероприятии, я не помню всех спикеров. Но я помню одну замечательную девушку, это был топовый лидер, которая вышла на сцену и говорила, какие страны она посетила, сколько она позволила себе каких-то дополнительных участий в каких-то, она где-то проявляла занятия. Она говорила о том, что родители ей гордятся. Она говорила о том, что она позволила родителям съездить за границу. И я не помню всю ее историю. Если я такая звезда, почему я сижу на сегодняшний день здесь, и она стоит на сцене. Что она сделала в жизни такого, чего не сделала я? Она была всего лишь на пару лет меня старше. И тогда острым желанием у меня стало разобраться в полную. Она выглядит хорошо, у нее руки не отвисшие до колен, и я понимаю, что она не бегает с сумками, не продает. Она говорит о больших суммах денег. И я понимала, что на продажах это реально заработать. И на мероприятии сказали написать два желания, две своих цели, которая написала две цели стать директором компании Reflame. Я еще не понимала, что для этого необходимо в целом. Я не понимала, что это дает основную, какую привилегию. Но я уже понимала, что для меня статус директора это уже будет очень значимо. И я написала, после того, как я приехала с мероприятия, естественно, с такими же глазами, с которыми я сидела на этом мероприятии, я стала говорить людям о том, что у меня будет машина, что я стану директором компании Reflame. И люди на меня смотрели совсем по-другому. И очень многие меня не восприняли лояльно. И я думаю, что вы знакомы с этой ситуацией, когда близкие люди от тебя отворачиваются. Огромное спасибо тем людям, которые первое донесли до меня, все-таки смогли донести информацию. Я хочу, чтобы каждый из вас поблагодарил своего спонсора, потому что кого-то привели за руку, кого-то просто иногда, наверное, заставили окунуться в это, кого-то приглачайно. Но вы должны быть благодарны в первую очередь тем людям, которые вас пригласили. Сейчас мой спонсор, он не совсем активен в действиях в связи с состоянием здоровья, но у меня не возникает вопрос, а что даст мне спонсор. У меня самое главное, счастливый билет в жизни, который они мне дали, это это мероприятие, когда я увидела и поняла, что дает компания Reflame. Когда я приехала, я поняла, что просто мое время пришло. И те попытки, я анализировала разговоры мои со спонсором, я понимала, что попытки были, они мне пытались рассказывать, но я была не готова в то время. Когда действительно, говорят, время приходит, я смотрела на компанию, на возможности вот такими глазами. Я просто понимала, что действительно я могу здесь реализовать себя, я могу получить все те мечты, о которых до этого, то есть, ну, они оставались просто мечтами. Я могу реализовать на сегодняшний день все, о чем я просто пожелаю. И в тот момент у меня просто произошло понимание, что Reflame – это не продажи, Reflame – это не беготня с каталогом, а Reflame – это действительно инструмент для достижения наших целей. И самое главное, когда человек приходит в бизнес, чтобы у него появление того, что Reflame – это инструмент, Reflame – не панацея. Мы можем зарабатывать в любой другой организации, но если любая другая организация не готова с ней, то для чего рассматривать и ставить галочку, что я работаю в в каких-то очень значимых организациях, есть люди, которые спрашивают о том, были ли какие-то трудности на пути. Вы знаете, когда принимаешь решение вообще, и даже когда ты не понимаешь, что тебе делать, ты просто начинаешь делать все. Если ты не получаешь результат, это делаешь опять. И вы знаете, у меня никуда не делись двое детей, у меня никуда не делся муж, у меня никуда не делись родители и все остальные дела, но я находила отчет о принятии решения до открытия квалификации директора прошло полгода. И в тот момент, когда люди говорили, у тебя BMW X5, люди, естественно, понимали немножко сравнение с доходом руководителей «Беларусьнефть», так быстро машину не купим. Это действительно и осознание того, что мы это сделали, и люди убедились, что не только хорошие машины. Естественно, если говорить о тех людях, которые приходили и уходили в компанию, которые приходили ко мне и уходили, которые не соглашались, вы знаете, все, что нас не убивает, делает меня сильнее. И все те люди, которые не верили в мои мечты, и все те люди, которые не согласились со мной стартовать, они дали мне возможность делать это быстрее и сильнее. Я не знаю, если бы за мной пошли все те люди, которых я пригласила, сравнивалась, но у меня было ощущение того, что если вы мне не верите, и если вы говорите о том, что у меня не получится, у меня обязательно это получится, и надо было ставить перед собой действительно достойные цели, я поняла, что любая цель в любой сфере, она возможна именно здесь. Находиться вместе со своей семьей, я строю бизнес, не отлучаясь от семьи, путешествовать в золотых конференций. Если мы хотим дорогие аксессуары, если мы хотим дорогие для себя игрушки, я поняла, что я могу сменить окружение, я могу с людьми говорить с комфортом. И на сегодняшний день я безумно люблю общаться с этими людьми, обмениваться умными мыслями, я понимаю, что только наши мысли, наши цели делают наше окружение. Естественно, когда ты что-то делаешь, приходит какой-то результат, и первым результатом для меня это было достижение звания директора, и мой первый банкет директоров. Сказать вам, что это было для меня что-то масштабное, и большое, я безумно была рада встречи с рукавом сравнить, потому что корпоративов у меня в организации не было. Я радовалась по-своему, я радовалась тому, что это для меня было просто духа. Я стояла на сцене, для меня это было очень главное на тот момент. Но все люди, глядя на мои фотографии, и зная моего мужа, когда они понимали, что его улыбка шире, чем моя улыбка, и когда муж говорил о банкетах директоров с восхищением, то ему действительно есть чем сравнить. И когда он говорил о наших банкетах к другим людям, то здесь уже все понимали, что действительно банкет был на очень высоком, а на уровне даже более высоком, чем может позволить себе нефтяная компания. С нашим вышестоящим спонсором Олесей я познакомилась с генеральным директором, и я настолько была поражена тема компании, которая действительно есть, что я понимала, что этим просто ровным счетом не должно закончиться. Компания подарила нам незабываемое впечатление и поездку в Швецию. Это был самый большой и значимый год для нашего топ-лидера Алины Сидоренко, когда в ее команде было открыто 43 старших менеджера, и Алина была удостоена поездки вместе с командой на завод и в Швецию. И мы действительно большим дружным автобусом отправились туда. Я думаю, что вы видите эмоции, которые переживали мои девчонки. И в тот момент я понимала, что очень важно быть на мероприятиях не одной. Не только на тех мероприятиях, которые дают обучение. Очень важно быть на значимых мероприятиях, которые результативны, которые поощрительны. Потому что те эмоции, которые испытывали мои девчонки, наверное, просто надо было каждое движение запечатлеть в ощущении того, что у них происходило, эмоционально, мимикой и так далее. То незабываемое путешествие, которое подарила нам компания в Испанию, я, действительно, немножко переживала перед поездкой, потому что до этого мы ездили в Европу и мы довольно-таки хорошо отдыхали в Европе и отдыхали с друзьями. Я понимала, что здесь поехала с ощущением того, что все будет хорошо, все будет хорошо, но когда мы приехали туда, те встречи, это было настолько все дорого и настолько все на высшем уровне, по организации, по встрече гостей, по нашему отдыху, что я понимала, что вот здесь это отдых именно вида, о котором действительно обычный человек просто даже мечтать не может. Есть путешествие, которое после Испании, и я понимала, что это менеджерская конференция, и на эту менеджерскую конференцию и замечательный курорт, на котором мы были уже не один раз, и я понимала, что это будет атмосференция только от компании Reflame, но когда мы побывали на этой конференции, я поняла, что 2000 человек с энергией менеджера, лидера, стартующего лидера, она настолько сильна, что она бьет энергетику топовых лидеров. Я вам честно скажу, что такого драйва, такой энергетики, я не с 30 лет, когда я ездила на море, я всегда с ощущением страха, потому что в какой-то момент мне было тяжело принять решение, я не знаю, отправиться на парашюте, очень страшно было нырять с акваланга, потому что у меня было не совсем хорошее впечатление, когда я в детстве тонула, я помню этот страх, и мне было очень тихо, но в те 3 дня того драйва энергетики, которое происходило на менеджерской конференции, я сделала все самые, наверное, решительные шаги в своей жизни за 10 лет, которые я не решала сделать, и вы просто должны понимать, какая энергетика там была, что я и плавала с аквалангом, я летала на парашюте, я сама рулила на катере за водкой, и я поняла, что это очередной шаг к новому достижению, потому что когда ты преодолеваешь в себе очередной страх, очередную ступеньку, я понимала, что я буду двигаться вперед. Компания в 15 каталоге поздравила меня с достижением новой, квалификации, квалификации, с достижением нового результата, уровня старшего золотого директора, поняла, что я хочу сегодня немножко другие результаты для себя, и то, что есть, это хорошо, но на сегодняшний день я горжусь своей командой, и у меня очень классные директора, я думаю, что у вас команда такая же теплая для вас, как для меня мои директора, и родные. И на самом деле, если говорить первым моим желанием, когда я пришла в бизнес, это была самореализация, я хотела стоять на сцене, я хотела софитов, я хотела внимания, я хотела признания, но в процессе, когда я закрывала звание золотого директора, я поняла, что это бизнес на самом деле не о цифрах, а бизнес на самом деле про людей. И когда я стояла на сцене, я испытывала свои первые впечатления, ощущения восторга, но когда закрывая звание золотого директора, я стояла под сценой, когда мои директора шли по сцене, и когда их награждали, и когда я видела эти слезы, я поняла, что самым дорогим для меня в этом бизнесе является не то, когда я стою на сцене, а то, когда мои директора получают свой результат. И я поняла, что ощущение драйва для меня это под сценой. И я понимаю, что когда происходят различные мероприятия с участием моих директоров, и когда мы были в Вильнюсе в этом году на саммите будущих президентов, и я видела эти детские улыбки, вот эти детские счастливые улыбки от СПА-салонов. Я видела восторг от того образа жизни, который предлагает нам компания, уже с уровня директор. И я поняла одно, что надо помогать людям сделать результат. И если ты повторил, если ты стоял на сцене, и ты не продублировал свой результат, не показал людям то, что испытывал ты, на самом деле ты ничего в этом бизнесе не сделал. И самое главное, чтобы те люди, которые находятся в твоем окружении, они не просто тебя слушали с ощущением того, что ты сделал. Самое главное, чтобы они прочувствовали, действительно поняли, потому что понять можно, только сделав то же самое, что сделал ты. И я поняла, что надо думать о своих мечтах и думать постоянно. Сегодня я вам показываю картинку своего будущего дома. Это проект дома, который на сегодняшний день уже реализовывается и реализовывается хорошими темпами. Это желание иметь большой гардероб, это желание иметь большую дружную команду. И на сегодняшний день я понимаю, что чем больше я об этом думаю, чем больше я усилий предлагаю, тем больше моих мечт и моих желаний реализовывается. Поэтому то, что на сегодняшний день есть в вашей голове, оно должно быть у вас на первом плане. И всегда утром перед глазами у вас появляться, и вечером у вас опять перед глазами быть. Я думаю, что, как и многие из вас, мы работали раньше обычными методами, мы работали промостойкой, мы работали приглашением «Подари подарок другу». И мы перешли к проекту онлайн в связи с рядом определенных обстоятельств, которые произошли в команде. У нас было очень сложным сопровождать большое количество лидеров в регионах, потому что почему-то я решила, что 75 тысяч населения это очень мало для меня, и мне необходимо ехать в регион. В один прекрасный момент я собрала вещи и уехала. И мой один из директоров находится в городе Светлогорске, это моя свидетельница. Я помогла ей развиваться там, и потом я взяла для себя еще один регион, это был регион Хойники, а потом и Талоев с моим другим директором, Вомель. И я поняла, что просто разрываться, когда ты 5 дней находишься в разных регионах, и потом ты еще чуть-чуть работаешь здесь, то ты просто полностью разрываешься. В один прекрасный день я поняла, что находиться везде я не могу, и необходимо с этим что-то делать. У нас отсутствовала возможность, когда новички приглашали своих близких из различных регионов в команду, то они еще не могли сопровождать, и сопроводить каждого новичка было невозможно, поэтому опять-таки мы приняли решение, что надо что-то менять. В команде у нас появилось 13 декретниц, потому что прошелся велнос, наверное, таким темпом и таким быстрым результатом, что нам пришлось только ходить в ответки, да, и очень-очень много раз. Поэтому тоже принять решение, что необходимо что-то девочкам помочь сделать, для того, чтобы они не полностью выходили из команды, в офисе они быть не могли, поэтому тоже надо было какой-то результат. Все чаще находиться в семье было желание, потому что на самом деле, когда я делала квалификацию, это было полностью отсутствие выходных и один выходной я себе позволяла в закрытие каталога, то есть, когда я закрывала каталог, тогда я позволяла себе выходной. Условия работы, я понимаю, что иногда доехать до региона мне было час необходимости и даже этот час я старалась проводить эффективно, потому что я всегда проводила этот час в звонках, даже первым, что сделали мои лидеры, они подарили мне хендс-фри, громкую связь, для того, чтобы мое движение в дороге было безопасным. Всегда в команде быть с командой вместе, потому что я понимала, что если с одного региона я уезжаю, приезжаю в другой регион, я немножко теряю вот эту связь, как мама с ребенком через поповину. Мне очень важно было, чтобы 24 часа в сутки мы находились в какой-то связи. И экономия времени, это, естественно, всегда удобно, потому что, опять-таки, час доехать туда и час назад, это все-таки затрата времени, плюс это затрата иногда, то есть тех же сил, собраться, организоваться. И тут можно было просто открыть скайп дома в удобное время, переговорить с девчонками, закрыть этот скайп, дальше делать какие-то дела и так далее. Поэтому мы приняли решение перейти в проект онлайн. Этот проект мы запустили в том году. Понимание того, что компания платит товарооборот, только очень важно здесь сбивая, скажем так, методы работы, да, или дополняя методы работы, меняя их, очень важно не потерять фокус. Очень важный вопрос, как мы будем это делать. И здесь уже фактор того, что наша цель любого из вас иметь пассивный доход. Если ваша цель такая же, как и моя, поставьте плюсики, мне очень будет приятно понимать, что мы идем с вами и смотрим сейчас в одном направлении. Какова же связь при работе в нашей организации и в нашем партнерстве с пассивным доходом. Наша задача с вами рекрутировать. Рекрутинг нам дает кандидатов. Из кандидатов мы выделяем партнеров, тех людей, которые дают нам понимание того, что они готовы стартовать, обучаться, они готовы действовать. Из этих партнеров мы выделяем тех партнеров, которые являются ключевыми, которые выполняют правила, которые идут много с нами в одном направлении. Эти люди в дальнейшем становятся партнерами, предпринимателями и организовывая уже свой бизнес, вы понимаете, что этот бизнес может развиваться без ваших усилий и тогда у вас возникает возможность иметь пассивный доход. То именно наша задача и ваша задача сводится к тому, чтобы выделять активных людей и залог любого успеха именно в нашем бизнесе это в команде единомышленников и для того, чтобы этих единомышленников все-таки собрать, нам необходимо с вами делать определенные действия и методы приглашения. У нас с вами могут немножечко быть разными, я сейчас расскажу вам о том, что есть у нас, но все они сводятся к тому, чтобы пригласить ключевых партнеров в команду. Мы даем людям информацию, приглашаем их естественно сейчас на бизнес. Почему? Потому что сейчас это продиктовано временем. Если раньше, года два назад, мы предлагали людям, особенно в нашем городе, где есть нефтяники, предлагали людям иметь подработку, которая зарабатывает 10 миллионов уже здесь и сейчас, то они говорили в перспективе 6, 8, 10, спасибо, нет. И эти люди готовы были просто экономить. Я всегда подходила с вопросом, если вы человек очень умный и никто не скажет, что нет, я не умный, тогда давайте подходить с экономией. то на сегодняшний день даже та же наша организация Беларусьнефть сейчас ущемлена и очень ущемлена. Многие люди не получают премии, очень многие были сокращены, поэтому сейчас очень актуально иметь предложение о работе либо подработке, нежели о предложении скидки. Поэтому мы просто поменяли свой фокус и сэкономили на этом время, потому что предложить человеку скидку, потом его утеплить, сдружиться с ним, потом предложить ему бизнес, это все-таки время. Сейчас мы убиваем одним предложением двух зайцев. Мы сразу приглашаем человека, который будет покупать и человека, который, естественно, будет экономить и зарабатывать деньги. Но если человек не готов либо в силу каких-то причин он пока не видит в этом серьезного бизнеса, мы приглашаем человека, приручаем его на продукт. Мастер-классы мы не проводим сейчас в офисе, мы даем тестирование на дом и я думаю, что это сейчас очень актуально для тех людей, которые особенно работают в регионах, приходят онлайн, у них нет офиса, поэтому они просто дают свои продукты, тест своим подружкам на дом. И мы приглашаем, естественно, на перспективу. Хорошо, сегодня не видишь, давай, завтра откроются глаза и ты уже, естественно, будешь не один. На старте очень важно определиться и мы всегда предлагаем людям определиться, кого мы будем приглашать, да, и как мы будем приглашать. на самом деле неважно, где мы рекрутируем, да, и каким методом очень важно, ну, то есть, что мы говорим при этом, да, либо пишем, поэтому очень важно определиться, какой это будет способ, да, и какое это будет направление. Естественно, каждый человек выбирает для себя здесь свой, уже, свое удобство, потому что, если раньше мы приглашали в офис те люди, которые были очень скромными, очень тихими, они по какой-то причине отсеивались, почему я, мне дискомфортно сидеть в офисе приглашать, мне дискомфортно говорить, а вот писать им само то, в социальных сетях приглашать очень удобно и комфортно, поэтому здесь мы немножечко увеличили количество людей, которые на самом деле будут с нами работать, которые будут раскачиваться и потом станут активными лидерами. Можно высылать на почту, делать разговор лично, приглашать к спонсору на встречу, скайп или телефон и объявление на доске, то есть человек выбирает, мы ему даем методы приглашения, вебинар приглашаем либо в живую, либо на запись, человек определяется уже, что ему будет интересно и удобно и тогда уже начинаем работать. Я вам сегодня расскажу о тех методах, с которыми мы работаем онлайн, потому что я думаю, что встречи живые вы проводите все так же, независимо от того, есть ли у вас проект онлайн, и я думаю, что вы понимаете важность совмещения этих методов, нельзя поменять одно на другое, очень важно сделать, как я говорю, добавку, для того, чтобы улучшить свой результат или усилить его. Работа на досках через рабочие странички в социальной сети либо сайты с вакансиями, только если мы берем сайты с вакансиями, здесь мы, как говорится, берем телефоны, а если мы выставляем свое объявление на доски, здесь мы уже даем свою информацию. Очень важно делать все через рабочие странички, почему? Потому что бывает так, что не совсем лояльные люди в социальных сетях, и вы знаете их, они могут заблокировать, и это люди иногда находятся в нашем окружении, поэтому очень важно свою страничку беречь, как зенит око, и выставлять на доски объявления, их огромное количество в социальной сети, и для наглядности обычно мы берем фотографию, на фотографии делимся своими номерами телефонами, либо контактными номерами, которые будут полезны человеку, то есть это объявление как минимум будет более наглядное и более броское в глаза, нежели обычный текстовый вариант. Эти объявления мы советуем девчонкам разбрасывать по вот таким доскам ежедневно, меняя фотографии, меняя немножко текст приглашения. Очень важно отслеживать опять-таки определенное количество сообщений, которые мы отправляем, почему? Потому что опять-таки рабочую страничку могут заблокировать, тоже не совсем есть хорошо. Мы даем объявления, после чего ждем, естественно, чтобы люди давали отклики. Приглашение через рекрутинговый сайт. Есть люди у нас, которые на работе разбросать объявления два часа в день могут, но давать информацию полноценную там по телефону либо по переписке не совсем удобно. Тогда мы делаем рекрутинговый сайт и девчонки у нас делали сами эти рекрутинговые странички. Они просто забрасывают потом человеку информацию с этой ссылочкой и человек получает более полноценную информацию, смотрит для себя удобно ему или неудобно. Здесь очень хорошо рекрутинговый сайт работает тогда, когда есть большой поток, когда мы очень много людей приглашаем, когда очень много людей пишут в социальных сетях и очень удобно, когда человек вот просто прям читает, потому что если у нас с вами будет два отклика и мы вышлем им ссылочку на рекрутинговый сайт, естественно, они свои возражения не отработают, поэтому если поток маленький, то советуем естественно отрабатывать вживую. Ну, плюс к тому это еще пассивный метод рекрутирования, если вы эту ссылочку ставите у себя где-то на социальных страничках в статусе по работе и так далее, то есть когда могут люди просто заходить без вашего участия. Ну и плюс подача информации, как я сказала, если кандидаты интересуются. Еще один метод, который мы используем, это группы для привлечения в социальной сети, это в Одноклассниках у нас есть группа, она закрытого плана, в этой группе нет ровным счетом никакой секретной информации, чтобы вы понимали, это группа для привлечения внимания, она естественно закрытая и каждому человеку хочется посмотреть что там и здесь мы делим города, делим города на гугл диске делаем, специально заводим форму, при которой каждый человек берет для себя определенное количество городов, сколько у него есть рабочих страничек с этих страничек он приглашает людей, которые находятся онлайн в эту группу, те люди, которые согласились, им высылается сообщение и здесь может опять-таки присутствовать либо ссылочка потом на рекрутинговый сайт, либо выведение человека на живой контакт. Люди, которые приглашают из нашей команды, все приглашают в одну группу, эта группа создана нами как администраторами и она наполняется всеми, у каждого человека с его рабочей странички видны те люди, которые согласились в оповещениях, поэтому нет смысла делать отдельные группы. Сейчас это более 8000 человек в этой группе, которые проработаны были всеми нами, то есть командой. Это действительно на сегодняшний день уже является таким раскрученным брендом, куда люди сами заходят просится, то есть около 50 приглашений, вернее запросов о вступлении в эту группу поступает. Но сейчас очень много туда пытается подключиться продавашек, либо тех людей, которые готовы развести свою рекламу, поэтому сейчас отсеиваем очень много, то есть заходим на страничку, смотрим, кто просится. Поэтому вариант тоже находиться, но при этом делать рассылку, но разговаривать они не могут, поэтому очень удобно. Первый вариант переписки, да, и выведение человека на разговор в вечернее время, то есть они могут для себя готовить уже кандидатов. Идем дальше. Группы для подачи информации. Нам очень важно с людьми общаться не только в степени бизнеса, потому что в компанию приходят разные люди, к вам в команду будут приходить разные люди. Очень важно понимать, что должна быть какая-то группа, которая, наверное, имеет всю информацию. Такая группа у нас есть, это группа открытого плана, она находится в одноклассниках, потому что большей частью у нас, наверное, вот такая категория людей, которые, ну, вот почему-то в одноклассниках сидят, ну, возраст, наверное, у нас такой. И сюда мы добавляем всех участников команды, сюда девчонки даже добавляют вип-клиентов, которые могут там распродажки какие-то посмотреть. И эта группа, ну, то есть она сама по себе интересная, там какие-то иногда сбрасываем фишки, тут же вебинарные, какие-то уведомления и так далее. То есть для того, чтобы люди могли получать информацию и, ну, находиться с нами, скажем так, воедино. Через эту страничку можно тоже рекрутировать, потому что обычные люди тоже присоединяются и очень часто приходится, когда мы классать какие-то классные новости, то есть к этой страничке опять подключаются новые люди и, естественно, можно отследить. Когда у этих людей возникают вопросы, то, естественно, никому пишут, тем людям, которые пишут репосты, да, и сообщения. Переписка со знакомыми шаблоны, есть определенные шаблоны, которые уже, естественно, мы отработали, у нас есть, наверное, самая большая сейчас база для всех новичков, которые приходят в команду. Спасибо огромное команде, которая когда стартовала онлайн, все мысли, которые только были, они просто вот брали и в документацию на Google Диск забрасывали в папочку партнеры и мы собрали, наверное, такой очень большой багаж текстов, которые действительно актуально работают и для того, чтобы даже человеку не додумывать, он может просто брать готовых шаблонов, их много разных и отправлять работать даже для своих знакомых, чтобы вывести их на разговор. Тексты работают сто процентов, работали ими сами и работаем до сих пор, поэтому актуальное текстовое сообщение на закрытую информацию, говорим о преимуществах и пытаемся человека заинтересовать преимуществами и вытянуть его на разговор, на скайп, либо уже на живую встречу для того, чтобы максимально отработать потом возражения, которые он будет давать. Поэтому вот опять-таки шаблоны, которые есть, то есть вот вариант переписки для тех людей, которые не могут много говорить сразу. Визитки. Есть рабочий вариант визитчик, то есть это просто информация не с Арифлэм ни в коем случае связана. Там, я не знаю, директор, менеджер по работе с персоналом, то есть такие визитки тоже используем, оставлять где угодно, в любых местах, даже когда просто захожу в аптеку и если не дают девушке, то я оставляю просто на прилавке. Всегда есть возможность. Так, возвращаю слайд. Эти слайды у вас все есть, то есть если у вас будет желание, вы можете попросить ваших спонсоров, и они вам дадут эту презентацию, просто скинут ваш чат. Так, все, переключаю дальше. Личные встречи выводим из соцсети обязательно с человеком. Если вы не общались очень долгое время, я думаю, что есть такой вопрос. у каждого человека я не общалась 14 лет, я не знаю, может у вас такого нет, у нас в команде происходят такие вопросы. Вот как я с ним начну о бизнесе говорить? Да не надо вам сразу ему в лоб давать информацию, если вы ему просто сейчас напишите текстом, да, с кем вы не общались 14 лет, он, естественно, не пойдет с вами на контакт. Начните делать какие-то утепления, да, я не знаю, там смайлик, попробуйте, как он отреагирует, потом сделайте, я не знаю, какой-то комментарий, старик фотографии, потихонечку выводить человека в соцсети на личную встречу, либо на созвон уже после того, как вы уже немножко утеплились, да, опять-таки сдружились. Поэтому очень важно, опять-таки, вот работа в соцсети по утеплению, по, наверное, общению, да, то есть сдружиться с этим человеком заново. Ну и личный бренд это то, что на сегодняшний день является для нашей команды очень актуально. Развиваете ли вы в вашей команде личный бренд? То есть, есть ли у вас вот выделено время в вашей работе для раскрутки личного бренда? Поставьте плюсики, если не развиваете, поставьте минусик, но тоже будьте активны. Давайте посмотрим, сколько людей заботится о своем будущем. Так, отлично. Так. Ну, я понимаю, что у вас команда вообще топ-лидеров, у вас не должно быть минусиков, у вас все должны прокачивать свой личный бренд обязательно. Угу. Отлично. То есть, нет людей, которые сейчас не заботятся о личном бренде. На самом деле, это очень классный вариант работы, и мы с вами должны прекрасно понимать, что личный бренд это ну, такой способ удобный, да, рекрутирования, который появится у вас не сразу с результатом, да, но обязательно будет. И вот вопрос вам, где опять-таки взять людей в бизнесе, вы это реклама, и вы это реклама того, где вы находитесь, то есть, ваш образ жизни, ваши мероприятия, ваши действия, ваши мысли, это то, что даст вам возможность людей притянуть к себе. Это очень важно для меня, это очень важный метод рекрутирования, я сегодня вам расскажу какие-то основные моменты, и что это дало в результате нашей команде. Плюс это пассивный метод рекрутирования, и люди обязательно придут к вам либо как на личность, да, когда вы их затронете чем-то в своей социальной сети, либо как на человека, да, либо, ну, на какое-то мероприятие. Очень важно понимать, что мы следим за своим брендом, когда мы выходим на какое-то мероприятие, мероприятие. Но почему-то для обычных людей это заканчивается ровным счетом, на мероприятие сходил, да, все, красивые фотографии сделал, и можно даже их не то, что не выставлять, ими можно даже просто не пользоваться, а в социальной сети выставлять, там, я не знаю, одну фотографию, да, раз в год, и то, которая будет круглогодично, да, там, в любые сезоны года, там, с елкой. На самом деле, то есть наша задача настолько распиарить свой образ жизни, настолько распиарить наши ощущения, наши впечатления, да, от жизни в целом и от нашего пребывания и партнерства с компанией, чтобы люди просто на самом деле начали за вами следить, а они будут за вами следить, и они пришли к вам, да, пришли уже не просто там с каким-то моментом подумать, эти люди придут уже на результат и думать они не будут. С моментом того, как люди будут за вами следить, они ответят на все свои возражения, которые будут у вас в голове, и эти люди придут уже действительно работать. Надо понимать, что сейчас это продиктовано временем, и большей части, чем мы встречаемся вживую, мы обсматриваем человека, просматриваем его в жизнь в социальной сети, поэтому надо пользоваться тем методом, который действительно диктует время, и это реально работает. Это происходит в любом случае, хотите вы этого или нет, но люди будут за вами следить, и если где-то что-то не совсем корректное, они обязательно вам это припомнят или вспомнят. Это дает возможность вложить вам более экономично ваше время, либо затратить его на какие-то другие действия, допустим, сопровождение того же новичка, когда вы уже не тратите время на сам рекрутинг. И у каждого человека свой фактор, на что этот человек придет. Ну, естественно, очень удобно, когда вы можете не только выйти в люди и показать там 50 людям, которые вас сегодня встретят, как вы, что вы и где вы, а вы можете это сделать, наверное, не только на территории Республики Беларусь, но и в других странах, то есть те люди, которые находятся у вас в друзьях. Вы сами создаете свой личный бренд, и очень важно понимать, какая у вас стоит аватарка, кого мы привлекаем, кого мы хотим видеть в своем окружении, то есть кто наш, ну, кто наша целевая аудитория. Сами понимаете, что подобное притягивает подобное. Если мы сделаем классные фотографии, да, с какого-то мероприятия, я не знаю, с хорошей гулянки, но не с самого мероприятия, а после него, да, то естественно к нам потянутся те люди, которым очень хочется, да, три первые особенно очень классные, действительно, то есть особенно те люди, которые будут считать себя близкими к этим фотографиям, они потянутся. Наша задача стараться с вами сделать более, наверное, ну, не то, что деловой стиль, да, в одежде, но у каждого есть тоже фотографии с каких-то очень значимых мероприятий, а если их нет, то ваша задача есть сейчас профессиональные фотоаппараты у нас и у друзей, и у коллег, то просто сделать себе какую-то фотосессию, да, сделать прям вот планерку с темой фотосессии. Наша задача с вами понимать, что люди, они действительно будут 24 часа вокруг находиться в вашей социальной сети, поэтому вам будут понадобиться необходимые инструменты. Вы должны быть на фотографии сами, и это должно быть лицо максимально крупным планом, для того, чтобы люди могли вас потом узнавать. Вы должны быть везде, в любой социальной сети, в которой только можно зарегистрироваться, ваша задача это сделать. И в моей команде многие сразу отреагировали так, то есть мне надо сегодня рекрутировать, а я буду сегодня вот в социальной сети сидеть, да, это лишняя трата времени. На самом деле, то есть чем большее количество социальных сетей вы охватите, тем большее количество людей вы к себе будете привлекать. Проводите обязательно сами любые встречи, которые у вас проходят. Если эти встречи проходят у вас вживую, на каких-то мероприятиях, проводите их сами. И если вас спонсор спрашивает, кто будет проводить, прям просто, да, на ликюроводочный, я, на любой завод, я, я, для того, чтобы вы были самым узнаваемым лицом не только у вас в команде, да, но вы эти фотографии, вы эти потом записи можете выставить на YouTube-канале, вы можете их пропиарить во всех социальных сетях, и вы будете самым успешным и самым знаменитым человеком. Создавать свой канал на YouTube это тоже факт, факт, у меня даже сегодня у ребенка есть YouTube-канал, которому 10 лет, поэтому я думаю, что нам уже надо подстраиваться под действительно то, что диктует нам время. И наша задача быть естественно узнаваемым, поэтому как можно чаще быть активными в социальных сетях. Какая система работы у нас по продвижению личного бренда, что делаю я? Я каждый день захожу на страничку к себе в каждую социальную сеть и добавляю людей. Обычно это делаю с утра, когда мой мозг еще спит, то есть я только просыпаюсь, проснувшись рано, у меня есть 25 минут для того, чтобы добавить друзей в социальных сетях, то есть я это делаю очень быстренько. Каждый день обязательно сменить, постараться свой статус, писать какие-то умные мысли, добавлять фотографии. Я не знаю, вы шли там куда-то, сделали фотографию, опять-таки написали об этом. То есть наша задача вот прям просто поэтапно нашу жизнь прощелкивать фотоаппаратом и выставлять, чтобы люди понимали, что вы что вы живете. Вот очень важный фактор, чтобы люди видели, что вы действительно живете и сравнивали свой образ жизни с вашим. Ставьте репосты и классы по темам бизнеса, то есть когда это умные мысли какие-то находятся в группах, то есть особенно если вы сделаете свою группу и туда будут добавляться фотографии либо какие-то хорошие статусы, то есть можно это все репостить. Наша задача быть с вами в центре внимания. Если даже человек, с которым вы сегодня поговорите о бизнесе и вы-то ему обязательно скажете, что у вас результат будет и вы скажете это с уверенным голосом, и этот человек будет естественно что делать? Заходить в социальные сети и отслеживать, есть ли у вас результат. Первое, это будет очень серьезной мотивацией для вас, вам уже не будет обратного хода, то есть обязательно сделайте, сделайте это гораздо быстрее даже чем спланировали, потому что каждый раз, когда он будет заходить к вам в друзья, вы будете видеть, что он за вами следит. Естественно, когда вы покажете активными методами рекрутинга свой результат, свои новые звания, свои новые премии, свои чеки, то поверьте, этот человек в первых рядах прилетит просто к вам и скажет, да, я готов, ну, мне уже надоело смотреть на твое довольное лицо из соцсети. Вот так выглядела моя страничка в Одноклассниках, сейчас друзей гораздо стало больше, там уже больше двух тысяч. Вот мой результат моего, наверное, бренда, это моя одногруппница Надежда Привалова, человек, который поедет в Сочи, она пришла на мое приглашение, но она зарегистрировалась только для того, чтобы я ее больше не трогала никогда, то есть я ей больше, наверное, не звонила, она сказала, если я зарегистрируюсь, то есть, ну, все нормально, и я ей сказала сделать активацию, она сказала, Наташа, продукт не совсем, который мой, я живу в Минске, все есть, все комфортно, все удобно, то есть еще одна звезда с короной на голове, как я, и я ей сказала, хорошо, она заказала кисточки, по-моему, на 10 баллов, активировала свою страничку, и я обязательно своим вниманием к ней ставила классы на ее фотки, чтобы она обращала внимание, что я есть. Естественно, она заходила на мою страничку, смотрела, какие изменения происходят у меня, и тут же мероприятия с мегафорумов, с мероприятий, с каких-то закрытых вечеринок, то есть она понимала, что что-то не так. Естественно, ей не оставалось ничего, как разобраться в этом бизнесе и прийти уже с готовым решением, что надо работать. Очень важно, чтобы вы со своих страничек не спамили. Очень много сейчас развелось народа, которые просто вот в личку прям забрасывают сообщения, даже без здрасти, без до свидания, то есть сразу давай работать, давай работать. Это на самом деле отпугивает людей, и наша задача с вами из своей странички брендовой сделать действительно не приглашение в работу, а звать не зая. То есть нашим образом жизни привлекать людей, а не просто приглашением в личку. заспамят, забанят, у нас люди такие, поэтому ничего этого с личных страничек не делаем. Создаем группу. Группу мы привязываем к другой страничке, к рабочей. С этой странички можем и какие-то, опять-таки, посты передавать, да, с умными мыслями, но основную страничку, да, то есть мы не завязываем никуда, то есть мы только прокачиваем на ней бренд, потому что действительно блок, у меня уже было два блока, поэтому, ну, то есть очень жалко, когда теряешь огромное количество наработанных людей. Страничка ВКонтакте. Очень долго присматривалась к ВКонтакту, очень долго присматривалась к Фейсбук. Вот основа это все-таки вот одноклассники. Канал Ютуб, это вот то, что на сегодняшний день есть на канале. Есть записи, есть обучающие элементы, есть и пиар, какие-то мероприятия, которые там, я не знаю, прогулки с детьми, потом, которые мы забрасываем в одноклассники видео, либо это уже обучающие элементы для нашей команды. Инстаграм, это очень-очень удобная социальная сеть, которая сейчас более, наверное, посещаема, чем другие социальные сети, и сегодня очень удобным фактором является экономия времени, когда одним кликом мы можем с одного Инстаграма добавить фотографии сразу во все сети. Если знаете вы или не знаете, сейчас появилась новая услуга при обновлении. Да, фотка с языками тоже работает, это образ жизни, да, и если говорить о фотографиях с Инстаграм, то одним нажатием кнопочки даже сейчас входит и в Одноклассники фотография, то сейчас это самые знаменитые сети Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, куда можно одним нажатием кнопки сразу разделить фотографию. Сидя, сложа руки, на самом деле результата не будет, не будет, работают все методы, которыми работать, и наша задача с вами понимать, что ждать не надо, потому что надо делать. И если вы будете активными методами работать сегодня, то тогда это будет больше стимул для пассивных методов рекрутирования, и люди действительно придут уже на ваш результат, который вы покажете благодаря активным действиям. Поэтому наша задача с вами, что делать? Активно работать и делать это самое главное ежедневно и в системе. Наша задача находить с вами ключевых партнеров и общаться с людьми. Другим образом это еще не придумано, поэтому общение с людьми ежедневно даст нам возможность с вами активного выхода. Лидер это тот человек, который создает себя сам и наша задача стать с вами лидерами и за нами пойдут люди. Работа в системе дает обязательный результат. Поэтому давайте действовать. Я сегодня дала вам ту информацию, которая возможно вам готова помочь, поэтому всем огромное спасибо за внимание. Если у вас есть сейчас ко мне какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Вам огромное спасибо за то, что очень активно слушали и активно поддерживали мой диалог. Я так понимаю, вопросов у вас нет. Всем огромное спасибо тогда за внимание. Я отключаюсь. Если у вас будет вопросы, я еще две минутки попал. Спасибо. Спасибо.